Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в стенах Санкт-Петербургской епархии, Санкт-Петербургской митрополии, в Голубом зале. И здесь сегодня происходит, начинается центральное событие нашего книжного фестиваля, книжное место, приуроченное к наступающему, приближающемуся дню православной книги. Это очень большой праздник для тех, кто любит книгу, кто ее ценит, стремится к ней, связывает с ней часть своей жизни. И мы очень рады тому, что имеем возможность такую встречаться, говорить о книге, и делать хотя бы маленькие шаги к тому, чтобы удержать и себя самих, и наших собратьев и сестер от того, чтобы мы от книги уходили все дальше и дальше. Избави нас от этого, Господи! Сегодня у нас в связи с этим праздником гости, я с вашего позволения их представлю. Это помощник председателя Издальского совета Русско-Православной церкви, отец Макари Комогоров. Это замечательный книжный человек, который очень много делает для того, чтобы книга духовная развивалась, для того, чтобы люди наши не забыли еще сочетание букв и слов и не растеряли, так сказать, смыслов, которые в этих буквах и словах сосредоточены. Огромную работу он проводит, мы ему очень признательны за поддержку. Он тоже сейчас выступит, скажет свое слово по этому поводу. Также сегодня у нас в гостях Мильников Владимир Станиславович. Это директор, руководитель московского издательства «Воскресенье», который издает наиболее популярные книги отца Андрея. Ну и отец Андрей Ткачев, который, я думаю, все прекрасно присутствующие знают его, его любят, уважают, ценят. И сегодня мы все здесь собрались именно для того, чтобы главной темой нашей встречи сегодняшней является, конечно же, книга. Буквально два слова еще только я скажу по поводу нашего фестиваля. Это уже второе мероприятие. Первое проходило несколько дней назад, 26 числа. Была у нас в центре «Невский-177». Была презентация новой книги, посвященной жизни и подвигу петербургской старицы Матроны Босоножки. Это новая книга, замечательная книга, изданная целым коллективом авторов. И подвижническими усилиями прихода храма Всескорбящих Радости с Грошиками, там, где как раз ее и могилка, и мощи. И это было прекрасное такое начинание. Почему? Потому что, собственно говоря, это был один из первых шагов к ее общецерковной канонизации, прославлению. И мы тоже рады тому, это очень считаем знаменательным, то обстоятельство, что это движение в сторону общецерковного прославления началось с книги. То есть книга является первым шагом, как таким объединяющим началом, который начинает притягивать к Матронушке, к ее памяти, к ее почитанию. И зафиксированной в слове, опять же, памяти в виде книги. Ну вот это такое важное событие. Также, да, ну и вот в ближайшие самые дни у нас начинается тоже такая акция, посвященная, она не то что посвященная, она именно о том, чтобы мы могли при помощи книги прикоснуться к такой важной вещи, как милосердие, милостыня. И у нас начинается такая благотворительная акция, когда каждый желающий сможет прийти, приобрести книгу детскую и оставить ее у нас в центре, а мы ее через отдел социального служения. Эти книги попадут в детские дома и клиники, где находятся дети, которые, ну, не они, не их родители, если они даже есть, они не могут себе позволить своим детям купить книгу. Вот. Ну, я не буду больше долго об этом всем говорить и предоставляю слово нашему гостю и коллеге, соратнику, отцу Макарию, ну, с тем, что он почитает нужным сказать дню православной книги. Дорогие друзья, дорогой отец Андрей, хотелось бы, во-первых, передать всем вам слова благословения и поздравления с наступающим днем православной книги Высокопреосвященнейшего митрополита Калужского и Уборовского Климента, председателя издательского совета Русской Православной Церкви. Он отправил меня на это замечательное мероприятие сюда, на фестиваль «Книжное место», а сам вот в эти буквально часы отправляется в Казахстан, потому что там проходит выставка форума «Радость слова» в эти дни, она уже открылась, и вот завтра и послезавтра в предстоящие выходные дни пройдут большие мероприятия в Казахстанском митрополитическом округе. Действительно, День православной книги за те, в следующем году мы будем отмечать уже в десятый раз этот праздник, проходят тысячи мероприятий в самых отдаленных уголках и в больших городах, и в самых удаленных уголках нашей Церкви. И очень радостно, что вот в Санкт-Петербургской митрополии зарождается такое очень важное событие, фестиваль «Книжное место». Я уверен, что через несколько лет вот вы все здесь сидящие будете рассказывать своим друзьям о том, что «А я вот был на первом фестивале», когда это станет очень большим, значимым для города событием, тем событием, в рамках которого действительно проходят очень значимые мероприятия, не только для сохранения, но и для развития книжной культуры в нашем обществе. А чтобы это происходило, мы с вами должны относиться вот к этому дню. День православной книги – это 14 марта, день выхода первой точно датированной печатной книги «Апостол» на Московском печатном дворе, которую напечатал Илван Федоров в 1564 году. Но так сложилось, что День православной книги уже давно вырос в целый, не то что даже месячник, то есть мы в какой-то момент стали говорить, что вот март-апрель – это вот то время, когда проходят мероприятия. Но зачастую бывает так, что в той или иной епархии, в том или ином городе начинаются мероприятия, и они вот март-апрель, уже в мае день славянской печатности культуры, и все, вот День православной книги продолжается и продолжается, потому что проходят встречи с замечательными писателями, проходят встречи в библиотеках, презентации книг. Люди радуются возможности не только познакомиться с новыми книгами, но и друг друга увидеть, увидеть тех людей, которые объединены книжной культурой. Вот сегодня здесь, пусть и пока что еще малое стадо, но друг на друга посмотрев, вы можете быть уверены, что каждый здесь присутствующий, он книги читает, и он книгой черпает вдохновение, черпает радость именно в книге. Мы должны постараться, чтобы вот эти события Дня православной книги не просто были, знаете, временем, когда церковь что-то проводит, чтобы нас развлекать, просвещать, да, то есть вот что-то нам рассказывать. Это должно быть временем, когда мы все с вами, люди, которые объединены любовью к книжной культуре, мы стремимся поделиться этим с нашими детьми, с нашими близкими, с теми людьми, которые мы видим еще далековато, которые книжки в руки еще не брали, а если брали, то не чтобы почитать, а там подголовку положить или что-то такое. Постараемся в эти дни, вот сегодня вы поучаствуете в этой встрече, услышите, я уверен, новое, интересное, вдохновенное, то, что вы в своем сердце соберете, постарайтесь этим поделиться. Вот прекрасные книжки здесь представлены, Андрея, постарайтесь не только ее взять для себя, но и обязательно кому-нибудь книжку подарить, и не просто подарить, а рассказать о том, в каком событии вы участвовали, зажечь кого-то этой искрой любви к книге, к чтению. Больше не смею занимать ваше внимание, и хотел бы, поскольку мне разрешают передать слово отцу Андрею. Отца Андрея ведь очень многие знают как выдающегося проповедника, талантливый очень публицист, и мы очень часто видим его в телепередачах. Но все-таки, на мой взгляд, особая ценность творчества отца Андрея как писателя, потому что отец Андрей номинант Патриарша литературной премии имени святых равнопостных Кирилла Мефодия, и неоднократно мне подсказывает, да, и поверьте, лауреат он до сих пор не потому, что творчество его не оценено читателями, а по другим причинам. Вот, народное почитание творчества, народная любовь к творчеству отца Андрея, она очень большая, и это видим мы и по этому залу, в котором вас так много. И я думаю, что вот то многообразие творчества, это ведь и проповедь, это темы священного писания, темы библистики, но это и художественные произведения, на мой взгляд, очень высокого уровня. Поэтому попросим отца Андрея рассказать о новой книге «Великий пост» и о других книгах. Батюшка, просим вас. Дорогие петербуржцы, здравствуйте. Несколько слов я скажу по теме, нами любимой по теме книг, православной книги. Во-первых, позвольте мне сказать, что искусство требует проводника, гида, экскурсовода, человека, который живет в этой теме и рассказывает тебе то, что ты сам бы не понял никогда, если бы не попал в руки специалиста. Для этого существует критика, то есть не может существовать театральное, например, искусство без театральной критики, и литература без хорошей критики, и не ругательная, и критика – это не ругательство. Критик – это человек, который выкапывает алмазы и представляет миру будущих гениев. То есть у него есть некий талант распознать по первой книжечке, вышедшей в печать, будущего представителя славы нашего Отечества литературного. То есть и так есть везде. Без этой некой дорожки, такой-то лесенки, спущенной сверху вниз, человек сам не разберется. Это легче всего проиллюстрировать на, например, живописи. Какую бы отрасль живописи вы ни взяли, какой бы музей ни пришли, будете вы наблюдать, например, за батальной сценой какой-нибудь там, вам нужно будет, чтобы рассказал кто-то, кто с кем дерется в конце концов, какая битва, в какой войне, кто с кем воевал, кто выиграл в этой битве, и какие персонажи этой батальной сценой здесь изображены по именам, чтобы поняли, что перед вами. Иначе ты пройдешь мимо этого цветного пятна, в общем-то, ты его и не увидишь, ты забудешь его скоро, оно вытеснится другими впечатлениями. Будешь наблюдать за жанровой сценой какой-нибудь, там, какими-то едоками картофеля или там, крестьянами, празднующему свадьбу, тебе тоже нужно будет рассказать, кто это, какое это время, каковы особенности жизни в то время, там, и что здесь, в общем-то, хотел сказать автор. Не говоря уже о сложных полотнах, например, таких, как аллегорическая живопись, где там изображаются добродетели и пороки, там вообще нужно все рассказывать. А библейская, кстати, тематика. Я помню один удивительный рассказ про рабочих колхозников, которые посещали Эрмитаж в годы советской власти. Советская власть имела такую вот, какую-то викторианскую, такую высокую тягу к просвещению народа. Такую, она, правда, его одергивала, когда народ по-настоящему хотел просвещаться, но все-таки в то же время как-то экранизировали классику там и поощряли людей ходить на выставки и концерты. И вот представьте себе, в одном из залов Эрмитажа, например, экскурсовод говорит группе посетителей, говорит, скажите, пожалуйста, кто из вас слышал, что такое юдив с головой Аллаферна? Кто такая юдив, кто такой Аллаферна? Кто из вас знает более-менее что-то об этом? Ну там кто-то робко поднимает руку, там говорит, ну я слышал. А кто из вас знает, что такое жертвоприношение Авраама? И там, ну, там другой говорит, я слышал. А кто из вас знает, значит, что такое Иосиф с женой Патифара? Там женщина там с него сдирает одежду, он от него убегает. Ну кто-то говорит, я слышал. Ну вот те, кто поднимал руки, теперь дальше пойдем со мной. Остальные по своему плану, потому что дальше будет религиозная живопись. У меня просто не хватит времени вам объяснять, кто здесь, зачем здесь, почему этого отрублена голова, почему этот человек там от кого-то убегает, просто не смогут, надо просто Библию знать. Ну то есть, я к тому, это с одной стороны говорит о том, что все музеи мира молчат, если ты не знаешь каких-то основополагающих текстов. А с другой стороны, это говорит о том, что ты ничего не поймешь, если не расскажут. Это касается наживы, на кинематографе это очень хорошо видно, кстати. Например, кинокритика, какая великолепная вещь. Ну кино и кино, как бы, значит. А вдруг есть там какой-то человек, который возьмет, вот смотришь кино, стоп, и он тебе объясняет, например. Оказывается, вот эта мизансцена, это чистая калька, например, из какого-то известного средневекового полотна. Дальше смотришь, стоп, оказывается, эта мелодия, которая закрашена, как бы данный кадр, это какая-то фраза музыкальная, например, там, из какого-то произведения. А произведение так называется, и в этом произведении вот это говорится. И здесь она не случайна, эта музыка. И таких моментов, может быть, 7, 8, 15, и оказывается, что если бы ты этого не услышал, ты бы совершенно по-другому воспринял кино. То есть нужен проводник, нужен некий сталкер, который берет тебя за руку и повел тебя по каким-то трущобам и говорит тебе, вот это вот так, это вот так, это вот так. Это касается музыки той же. Ну что, слышать музыку, может, каждый, кто имеет слух, а вот слушать музыку, надо научиться. И это, кстати, высокое искусство, оно могло бы нас, например, исцелить от этих жутких звуков, которыми сейчас музыка называется. Вот если бы человека, например, приучить с пониманием относиться, например, к Мусоргскому или к Бетховену, то, может быть, это было бы защитным барьером против этой какафонии, которая сейчас называется музыкой. Это вообще стратегическая такая задача, даже оружие некое духовное, а не просто эстетические забавы. И вот во всей культуре, во всем этом сложном мире искусства, этой вторичной реальности, нужно человеку некий такой громотей, знаток с указкой такой, говорит, посмотрите вот сюда, видите, на этой картине яблочко на подоконнике лежит, оно надкушенное, а почему? А вот потому, что надкушенное яблочко это символ греха, который уже совершился. Вообще яблоко надкушенное, как логотип Apple, кстати говоря. Думайте зря. Они-то хорошо понимают, чем они пользуются. Вот эти рекламщики хорошо понимают, какую символику они используют. Там яблоко и надкушенное, и это сразу тысячи аллегорий, из которых главное – это райское грехопадение. Или, например, Nokia – Connecting People, когда ручки соединяются. Видите? Это же движение навстречу Адама и Бога на фресках Микеланджело. Это можно не знать, но это очень древний архетипический символ, который где-то там в душе есть у людей. И они слышали, не слышали, потом услышали. Но оно где-то там живет. И, в общем, по библейскому полю топчутся рекламодатели, между прочим. Они-то знают, что надо рекламировать, чтобы лучше продать. Вот, например, чтобы продать, например, товар семейного потребления, например, кукурузные хлопья, нужно обязательно рекламировать его так, чтобы в кадре был папа, мама, бабушка, несколько детей. Голодные детворы, прибегающие, например, в спальню завтракать с утра. И мама веселая, молодая, и папа говорит, ну дай нам нашего вкусного. И она там насыпает им, заливает молоком, они хрумкают, и мы покупаем это. Если бы там сидело два угрюмых мужика, например, или две бабы, например, и жевали бы эти хлопья, нет семьи, товар не продаст. Семейный товар нужно продавать на фоне семьи. Это библейский архетип такой, значит, есть целый ряд вещей, для которых нужна семья, чтобы это было прочитано. А так просто, как бы, не получится. То есть, вот эти архетипические вещи, мы их поедаем, так сказать, не запивая, или проглатываем, не жуя. А вот погружение в культуру предполагает это прожевывание, понимание вообще, что ты потребляешь, что ты слушаешь, что ты читаешь, и так далее. Это в полной мере касается книги. При том всем, что книга как бы лучше, она как бы легче, чем живопись или музыка, потому что музыкальный язык нужно научиться понимать, его нужно изучить. Музыкальный язык просто учится, например. Каким образом? Ведь любое музыкальное произведение это то, что человек говорит. Чайковский перед смертью говорил, у меня очень много невысказанного в душе, я бы еще хотел бы очень много сказать, ну, конечно, со средствами музыки, то есть музыкой сказать. То есть если бы он был романист, он писал романы, а так он музыкой выражает. То есть каждый раз музыка что-то говорит человеку. Но есть такая музыка, которая ничего не говорит, это самая, это, собственно, это та катастрофа, которая... Это надо выучить. Язык живописи нужно тоже выучить. Его нужно учить, чтобы понимать мир живописный. А вот язык книги вроде бы учить не надо, потому что мы все умеем читать. Ну, как бы здесь, как бы, ну, что тут... Это же не на иностранном языке книга, иностранный язык нужно учить. А так вроде читать, «Ну что тут учить? Ну что, бери, да читай». Но оказывается, и в этом мире, в мире книг, нужен тоже проводник. То есть нужен тот, кто прочтет раньше тебя, поймет больше тебя, отметит некоторые нюансы, которые ты для себя проглотил и не заметил, и который потом даст тебе эту книгу, или там, подчеркиваю, с карандашиком она может быть прочтена. И ты будешь уже держать ее, как такое, значит, некое оружие, которое побывало в битве. Не просто сошло с конвейера и висит на стенке, а уже оружие, побывавшее в руке воина и уже участвовавшее в сражении. Поэтому книгу тоже, мы сегодня говорили об этом на выставке, при этом всех это роскошь вся, знаете, роскошь, книжная роскошь такая. То есть каждую книгу берешь, думаешь, ничего себе, ничего себе, там смотришь только названия, названия одни только читаешь, и тебя захватывает дух от этой, как бы, от этой роскоши. То есть ты не съешь этого, ну, то есть ты не прочтешь за жизнь этого всего, слишком много всего написано. А тематика такова, что это хочется знать. Это касается и истории, например, там, и современности, там, и истории церкви, и истории святости, там, и чего там только нету. И как бы ты понимаешь, что ты не съешь это все, а оно все есть. И поэтому здесь тоже нужен некий проводник, и нужен некий человек, который живет в этом, как рыба в этой воде, и показывает тебе необходимое. И было сегодня сказано о том, что книга сама не умрет. Книга, в принципе, умереть не способна, потому что она, как некий камень, лежащий в основании мироздания, книга тоже лежит в основании мироздания. Вот евреи, от которых мы имеем Библию, они считают, что мир создан буквами. Что Бог, творя мир, творил его буквами и цифрами. А цифры и буквы в древних языках – это одно и то же. В старославянском тоже. Там каждая буква имеет циферный эквивалент. Так в латыни, так в греческом, так в армянском, так в славянском, значит, везде. Так, конечно, так в еврейском-то. У них специальных цифр даже и не было. Они один обозначали буквой А, там, два буквой В. То есть они считают, что мир буквами создан. И чтобы его разрушить, нужно какую-то букву просто из мира вытащить, как бы и все посыпется. А чтобы его украсить, нужно буквы поставить на свое место. Они так считают, они правильно считают. То есть это, если не принимать эту идею даже буквально, ее можно направить как поэтическую, какую-то метафору. Это очень красивая поэтическая метафора. То есть вот надо разобраться в этом книжном мире человеку, и книги без нас никуда не исчезнут. Вернее, книги никуда не исчезнут. Вот мы без них можем научиться обходиться. То есть и так и будет, что, значит, сокровища лежат, как бы, значит, и никому они не нужны. Человек формирует внутренние потребности, внутреннее, как бы, внимание. Как вот у Маршака есть такое переложение английской поэзии детской. И там есть такое смешные всякие стихотворения. Там, ну, типа, три мудреца в большом тазу пустились по морю в грозу. Помните, да? Прочнее был бы старый таз, длиннее был бы мой рассказ. Там такие вот маленькие, такие детские, там, Робин, Бобин всякие. И там есть такое стихотворение. «Где ты была сегодня, киска? У королевы английской. Что ты видала при дворе? Видала мышку на ковре. А что интересует киску на самом деле, кроме мышки?» В принципе, больше ничего. В это время, может быть, или, там, какая-нибудь Елизавета, или Екатерина, там, кто-нибудь еще, там, или... Принимала, может быть, пословку от иностранного государства. Может быть, там был бал, может быть, там был пир. Может быть, там находились в это время самые славные адмиралы, например, там, викторианской эпохи, там, какой-нибудь, там, флотоводцы. Может, там, с Джеймс Кук, там, был при дворе. Мало ли, что-то могло быть. Но киске все это неинтересно. Область интересов киски, как бы, совершенно, так сказать, не расширяется до всего того, что она могла там увидеть. Следовательно, кроме мышки она ничего не замечает. И человеку это вполне приложимо к человеку. То есть, вот, ты зайдешь, например, там, в какую-то сокровищницу знаний, и прочитаешь корешки, и ни один тебе не дернет за сердце. Ничего тебе не затронет. Ну, кроме как, вот, у Ильфа и Петрова, там, в Асесуале Лоханкин, там, когда убегал, там, значит, покидал свою квартиру, бег, там, там, спасался, значит, то он уносил в своей подмышке книжку под названием «Мужчина и женщина». Ну, вот, у него такая сфера интереса. Это понятная надпись на корешке, как бы. А если там уже, например, там, «Война и мир», как бы, он пробежит мимо, написано. Или там, «Идея Святой Руси», например, мимо проходим там. Или «Терзание, там, сердце в произведениях Киркигора», там. «Какой Киркигора, какое сердце?» Пошли дальше. То есть, только вот, там, «А вкусная и здоровая пища?» О, стоп, остановились. То есть, если учить... То есть, вопрос востребованности литературных богатств – это вопрос воспитания ильчайского вкуса. Потому что книжек написано огромное количество. Мы не прочтем за жизнь всего. Некто из святых отцов Западной Церкви говорил про блаженного Августина. Что Августин велик по многим параметрам. В частности, например, по плодовитости трудов. Он успел написать столько книг, что при желании прочесть их все, человек рискует за жизнь не успеть. А он не только писал книги. Он был епископом, деятельным епископом. То есть, он посещал страноприимные дома. Он служил в литургии. Он беседовал с людьми. Он проповедовал Евангелие в храме. То есть, он совершал много разных... В конце концов, он просто ел и спал, как обычный человек. Как он умудрился, значит, надиктовать, написать собственноручно, такое огромное количество произведений сложно представить. Это только один Августин. Из него, если успеет человек прочесть, например, там, исповедь. Ну, и это будет хорошо. Он уже будет иметь понимание о том, кто такой Августин Японский. Ну, а так вообще книжки... То есть, много их. То есть, формирование внутреннего вкуса необходимо для того, чтобы осваивать эти великие сокровища. Помните мультик Маугли? Великолепный мультик, в котором есть такие бандерлоги такие вот эти вот. Значит, эти, значит, мартышки эти, значит, у которых нет закона. Которых Киплинг там выписывает такими жесточайшими словами. То есть, бандерлогов нет закона, нет совести, нет правил, нет привычек. Они, правда, там пытаются создать себе какую-то там шкалу ценностей. Но тут же забывают, когда замечают какой-то банан или апельсин. То есть, бандерлоги всех копируют и ничего не понимают. Там в мультике про Маугли бандерлоги скачут по развалинам старого города. Это очень интересно. В Индокитае есть очень много старых городов, умерших цивилизаций, которые давно заросли лианами, которых давно поглотили джунгли. То есть, там стоят храмы, в которых больше не горит огонь и не служат жрецы. Там стоят дворцы, в которых больше никто не живет. Вымощены камнем площади и улицы, которые давно никто не ходил. Давно уже джунгли поглотили это все. Там только мартышки скачут по этим. Вот этот образ некого древнего очага цивилизации, навсегда умершего, по которым скачут мартышки. Это какой-то очень интересный образ. Потому что там жили люди, теперь их нет. На этих обломках торжествует дикая природа. Человечество тоже может быть таким. Поэтому для того, чтобы воспринять эти все богатства, необходимо почувствовать к ним вкус, заинтересоваться ими. И вот это, очевидно, есть задача самого разного круга людей. Педагогов, родителей, духовенства. Хотелось бы, чтобы священники тоже формировали вкус своих читателей, своих прихожан. Потому что священник, допустим, не каждый может говорить так, чтобы его слушали. Это тоже относится к каким-то харизматичным дарам или просто к талантам. Например, к музыкальным слухам. Но не у всех он есть. Есть люди, которые, в принципе, не могут петь, потому что не слышат. Они поют не в тон. Они не попадают в ноты. Это не грех. Это просто отсутствие музыкального слуха. Это бог дает кому что хочет. Поэтому священник, если он, допустим, не учит человека непосредственно сам вона, но он может быть вдумчивым читателем и хорошим знатоком разных видов литературы, он может формировать вкус своих прихожан, он может давать им ориентировку на те или иные появившиеся в печати книги или переизданные, или находящиеся в нашей храмовой библиотеке к тем, кто этого не читал. Это очень важно. Церковь, в принципе, вправе, имеет право и даже обязана формировать культурную повестку дня. Не только реакционно, в смысле, выступить, например, против какого-нибудь богохульного тангейзера или какой-то мерзкой Матильды, например. Но это реакционная политика, значит, в отношении культуры. Когда мы реагируем на, проявляем некую реакцию на какой-то вброс, вражеский брос снаружи. Но мы можем формировать положительную политику. Положительную. Когда мы можем сказать человеку... Человеку... Там самые разные слова. Самые разные слова. Ведь в русской литературе учат все. Человек может, например, почерпнуть из трилогии Гончарова, из обыкновенной истории Обломова и Обрыва, может почерпнуть колоссальную пользу, сравнимую с глубоким перерождением духа, с Евангелием. Русская литература вообще прикасается к Евангелию. Как кто-то из немцев говорил, святая русская литература. И вот мы как бы мы должны... То есть я сейчас прихожу к тому, что хорошо было бы формировать вкус читателя. Чтобы православный прихожанин, православный христианин был вдумчивым, дотошным, таким, значит, по-хорошему, таким, пронырой таким, значит, взгляд которого ныряет глубже, чем поверхность книжного расклада или полки. Чтобы он знал и любил это печатное слово. И чтобы он умел порекомендовать человеку, исходя из понимания его уровня духовного роста, ту или иную книжку. Это востребованная задача. Когда-то я услышал одну такую фразу, это уже третьему переходим, такую третьему вопросу, значит, что... Есть две беды современного мира, сказал один человек. Говорит, что культура расцерковлена, а церковь обескультурена. Прошу вас вдуматься в эти слова, потому что они очень глубокие, они объемлют очень широкий спектр вопросов. Культура расцерковлена, это когда человек, например... Ведь люди культуры, они считают себя чуть ли не жрецами в храме искусства. Они так и называют свои театры, свои филармонии, что вы в храме, это храм, храм науки, храм искусства. У них такая полурелигиозная риторика в отношении себя. И они считают, что они занимаются таким высокодуховным делом. Но при этом могут ни разу в жизни Евангелие не читать. Вот страсти по Матфею, например, они на скрипках исполняют, а сами страсти по Матфею никогда в виде текста не читают. И в храм никогда не ходили, например. Это разрыв, это разрыв шаблона, это когда культура есть, а духа в ней нет. Есть такое, бывает такое очень часто. Это плохо, это надо преодолевать. А когда церковь бескультуренна, это уже касается, например, таких вопросов, как, например, икона, церковная живопись, иконопись. Вот, например, сразу видно, по расписанному храму сразу видно степень церковной культурности, например, настоятеля или правящего архиерея. Потому что если нарисовано такое, на что смотреть немножко стыдно, то это одно, а если храм расписан так, что в нем хочется плакать и молиться, это совершенно другое. Это не только степень духовности человека, это степень его постижения вот этой православной культуры в высоком смысле слова. Ну и еще, например, у нас есть такая проблема, я считаю, что проблема, что люди, например, считают, наши добрые и умные люди, считают, что то, что в церкви не делается, то, в принципе, не нужно. Ну, например, это такой абскурантизм такой, например, на скрипках в церкви же не играют? Говорят, ну так я об стенку эту скрипку, кому она нужна? Ну это я сейчас грубо говорю, это кутрируя. Или, допустим, ты говоришь человеку там, слушай, сходи-ка ты в театр. Вот, например, человек унывает, унывает, ему скучно, нудно, да, да пойди между людей, выйди, как бы, да, сходи, например, на какую-то пьесу хорошую. Вот там, допустим, Ричарда Третьего дает, ты видел? Говорит, не видел. Ну, сходи, посмотри. Это же, как бы, такое интересное событие в жизни вообще, посмотреть какую-то серьезную постановку, да? Вот, глядишь, как бы, к этой мысли лишней. Так вот, наши духовные люди, они часто настроены очень скептически и критически к этому вопросу. Они говорят такие фразы, например, а Серафим Саровский в театр не ходил. Например, сразу тебя бьют в лоб, как бы, значит, такое, и ты даже не знаешь сначала, что отвечать. Подожди, ну, конечно, понятно, что на это все есть, что ответить, как бы. Ты во всем будешь, как Серафим Саровский, вопрос сразу возникает. Раз ты в части театра, ты, конечно, будешь, как Серафим. А ты во всем остальном тоже будешь, как Серафим? Или только в части театра? То есть там есть, конечно, о чем поговорить. Но вот есть такой ригоризм такой, какой-то, может быть, отголосок старобрячества, значит, когда все западные формы культуры считались скверными, пошлыми, там, вредными, чуть ли не антихристианскими. Вот из-за... А, в общем-то, очень важно, чтобы священник был начитан, и архиерей был начитан, и чтобы он имел вкус к пению и музыке, чтобы он понимал архитектурные стили, и чтобы он вообще был носителем культурного кода, так как или целого набора кодов. Потому что от него зависит формирование мышления и сердечной жизни миллионов людей. Описываются случаи, когда некоторые архиереи, выходя на проповедь или священники, просто начинали проповедовать, и вдруг прочитывали стихотворение, например, какое-нибудь целиком по памяти, и на этом заканчивали. Один, помню, я читал, только один кута батюшка или владыка, вышел на дореволюционный, вышел, хотел о молитве людям рассказать. И начал, говорит, во имя Отца и Сына, и Сына Духа, говорит, в минуту жизни трудную, говорит, теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержуя наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов простых, и дышит непонятная святая сила в них. С души, как бремя скатятся, сомнения далеко, и дышится, и плачется, и так легко, легко. Аминь. Вот тебе Лермонтов как бы, уж кто-кто Лермонтов как бы, ну не самый как бы духовный человек во вселенной, так мягко говоря, да? То есть к нему есть вопросы, там у него вечно демонами напичкана его творческая, так сказать, палитра, и рано умер, как бы, и много, ну в общем, одна из трагических судеб нашей литературы. Но, оказывается, можно вдруг вспомнить стих нашего поэта, сказать и закон. Такой, как, например, Державина, о да бог. Там, там просто богословские куски, которые на проповедь тянут. Просто ее можно с самого на прочесть по памяти, и больше ничего не нужно. Некоторые басни Крылова, как бы, можно просто с самого начитать, как проповедь. Вот прочесть, например, «Мартышку и очки», например, и без комментариев, всем все будет понятно, как бы, ну, если тему задать сначала. Она такая, это наша литература, она приложимая, как пластырь, к очень многим вещам. И вот надо преодолевать этот разрыв, когда духовные люди говорят, «Да зачем мне это искусство? Да к чему мне эта литература? Да на кой мне нужны вообще все эти там музеи, там эти все академики, там профессора, там оно мне надо, что ли, все? У меня там есть вот псалтирька, четкие там, литургия, колокольный звон». А люди культуры, всякие эти академики, профессора, которые изучают космические пространства, которые пишут книги, там переводят, там древние рукописи, они говорят, «Да зачем мне эта церковь нужна? Что это вообще, кому она нужна все? Чтобы я там пошел с бабками свечки лепить ту ночь и слушать там малограмотного попаса, вам воно? Оно мне надо. Вот эта пропасть должна быть засыпана, должна быть закрыта, потому что это проклятая пропасть, она неестественная. Она неестественная, потому что академику должно быть так же интересно в храме молиться, как простому крестьянину. Потому что душа-то у них, у них мозги по-разному зафаршированы, а души у них одинаковые, человеческие, и в храме должно быть всем хорошо. И насколько Бог свят, и насколько храм хорош, и насколько молитва нужна, должны понимать все. И мы, люди церкви, для того, чтобы нам добраться до щупальцами своими, этими усиками виноградными, так сказать, до разных людей, люди же разные, нам нужно тоже знать побольше. С одним человеком можно сойтись, например, на философской литературе, а с другим сойтись можно, например, на военной истории, а с третьим, например, на отечественной поэзии, а с четвертым можно сойтись на чем-то еще. Поэтому самые интересные священники, это священники, имеющие за спиной опыт светской жизни. Например, знаю, допустим, одного священника, который был физиком-теоретиком лет до 50, у которого, так сказать, в головах палата, значит, этих всех книжек, там он перечел, там, про все это, все там, Нильс Бор для него, как родной дядя. То есть он знает там, все, что может знать человек, живущий на земле, про ядерную, про эту физику, эту всю теоретическую, ядерную там всякую. Вот этот человек может спокойно заходить как миссионер в любую среду ученых по своему профилю. И они будут слушать его, потому что он будет говорить с ними на их языке. А если какой-нибудь священник был, например, офицером-подводником, а потом почему-то стал священником или дошел до архиереи, то ему можно спокойно заходить в любую военную среду, и они воспримут его как своего, потому что он служил, да еще и в сложных войсках. Вот люди, которые имеют за спиной бэкграунд какой-то интересный, светский, вот они способны преодолеть эту пропасть. Пропасть неинтереса к церкви со стороны умных, образованных, интересных людей. И они сами не презирают светские знания, поскольку провели какую-то часть жизни большую в области вот не чисто церковной, а совсем, может, даже и не церковной. Это тоже оказывается полезным. Так что вот такая культурная задача должна быть, в принципе, перед нами поставлена. До сегодняшнего дня, вы знаете, вот дети мои ходили на рождественские мультики. Американцы при всем своем там этом и этом, то, что мы справедливо там ставим в упрек этой империи по отношению к нам, у них каждый год снимается перед Рождеством несколько фильмов для домашнего просмотра, рождественских комедий, рождественских мелодрамм, и рисуются мультики для детей, рождественские мультики. И о чудо, о горе, о печаль, когда наши люди делают перевод, это, значит, дубляж этих мультиков, то там везде, там обычно чудо какое-то происходит на Рождество, да? Какие-то злые силы там что-то пытаются, злобные силы нас страшно гнетут, а мы там, значит, силой Святого Рождества преодолеваем какие-то неприятности. Так вот, у них там везде Крисмос, 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 а наши переводчики, дубляжисты, везде Новый год, Новый год, Новый год, Новый год произносят. Они делают вид, как бы, что мультик нарисован под Новый год, что чудеса, дескать, на Новый год сбываются под Деда Мороза. А нет, а басурманы наши, эти, значит, Соединенные Штаты Америки, они твердо знают, что чудеса бывают на Рождество, силой Рождества совершаются. То есть, нам есть, что засыпать, как бы, есть, что, нас атеизм так покалечил, так по нам прошелся, как бы, что нам еще долго еще выкарабкиваться. Но надо вот эту преодолевать пропасть между некультурной церковностью и бесцерковной культурностью. Это реальная культурная задача. Это такой невидимый фронт. Вот. Потом, еще я пару слов бы хотел сказать о том, что какую литературу, в принципе, можно назвать православной. Это тоже, вы знаете, тема большая. Сегодня тоже было сказано, мы не так долго беседовали, но несколько вещей умных успели друг другу сказать. Оказывается, нет ни одного издательства современного, я имею в виду светские издательства, которые бы в пакете выпускаемых ими книг не выпускали бы что-нибудь для нас. Нет, нет, да у них проскакивает, например, какой-нибудь дневник, например, скажем, мемуар, или дневники какого-то участника Белого движения. И там прям целые куски будут про нас, для нас. Про бегство из Крыма, про отступление Врангеля, про годы эмиграции. Будет, там нам будет что почитать. Хотя это чистая светская книжка какого-нибудь там Белого генерала. Они могут писать книги по архитектуре, по истории взаимоотношений, международным, про евреев в России, про какие-то там кого-то еще, про сектантское движение в России, какие-то еще там, что-то еще. И там везде будет нам что-то интересно. То есть церковно-духовная тематика, она пронизывает собой, в принципе, так интегрально существует всю сферу нашей жизни, просто можно, нужно научиться это замечать. Какие книжки могут бы называться, так сказать, какие книжки мы можем считать для себя полезными, так сказать, ну не в смысле, что они все православные. Вот, например, есть такой Селлинджер, известный всем по роману над пропастью воржи. У него есть такой цикл рассказов о семейке, такой, значит, семейке людей, значит, про седников Сеймара, там главный герой, который там заканчивается самоубийством, такой некий, и там его братья-сестры, родители, такая интересная потешная семейка такая интеллектуалов. Вот там есть такой у него роман из этой, они все короткие, они все не толще вот этой книжки, даже тоньше еще, пожалуй. Вот, «Хорошо ли ловится рыбка-бананка», там выше стропила, плотники, и такое всякое, там много таких, небольших таких повестей, объединенных общей темой. Вот там есть такая небольшая повесть, называется «Фрэнни и Зуи». Там есть целая глава про Иисусову молитву. Там описывается жизнь хиппи в Америке 70-х годов. Вот эти «Дети, цветы», «Вьетнамская война», там «Make love not war», вот это все, что многие вас, наверное, знают по истории или застали это еще в своей жизни. Вот. И там, как бы, люди ищут духовности. И какой-то там мужик, главной героиней там этой девочки по имени Фрэнни, значит, он ей там рассказывает о том, что есть такие, что духовность на Востоке, это не только духовность Тибета и буддистских монахов, а что духовность на Востоке, это еще духовность православной церкви. И он ей там цитирует книжку «Откровенные рассказы странника духовному отцу» у Селлинджера. Цитирует большими прям страницами и рассказы про то, что нужно читать Иисусу молитву, что имя Иисуса Христа там призываемое с верой, там с дыханием соединяемое, там творить там с человеком то-то и то-то и то-то. И вот такое, как бы, ну, совершенно неожиданное открытие такое. Потом там еще интересно происходит дальше, там, эта девочка, которая практикует эту Иисусу молитву, она решается практиковать ее, не меняя своей жизни. То есть она любит разгульную такую жизнь молодежную и совершенно никого не любит, включая свою мамочку, которая за ней там бегает бедная, бережет от всяких неприятностей. И братец ее рассказывает ей там о том, как надо читать Иисусу молитву по-настоящему, и что если уж ты молишься, ты должна замечать любовь окружающих людей, потому что если ты молишься Богу и не любишь тех, кто рядом, то зачем это твоя молитва? Говорит, вот мама тебе стучится уже полчаса, чтобы ты выпила бульон, а ты читаешь свою молитву и не открываешь маме двери. Говорит, разве так нужно молиться? Это совершенно светская книжка, написана вообще американцем, непонятно когда. А его творчество, оно на самом деле таково, что вот убийца Джона Леннона, например, известно, что имел в кармане книжку над пропастью ворожи и читал ее перед убийством. То есть, куда может занести человека, читающего Селлинджера, это еще непонятно. Но вот у него есть вот прям целые главы об Иисусовой молитве. И, может быть, человек, который читает вот эту американскую, это великая, кстати, литература, великую американскую литературу, он там может найти для себя имя Иисуса Христа. То есть, имя Иисуса Христа можно найти для себя в самых неожиданных местах. Я помню, читал одну, материал одной конференции, такая есть, литературный критик, Роднянская, не знаю, жива она или нет, она довольно почтенная женщина в возрасте. И она говорит, что моя первая встреча с Иисусом произошла на уроках литературы в институте филологии, когда мы разбирали подробно переписку Гоголя с Белинским. Это вы все, наверное, помните. Когда Гоголь говорил Белинскому одно. Кстати, Гоголя мы тогда не читали, мы только читали гневные ответы Белинского. Белинский там, вы проповедник Кнута, значит, там, довольно проповедей на Руси, мы их слышали, нам нужно справедливость, законы, конституция, перемена всякого такого. Народ наш нерелигиозен, народ наш суеверен, там, значит, и так далее. Там все это... Он говорит, ладно бы вы были, так сказать, Белинский пишет Гоголю, ладно, мол, вы, там, скажем, ратуете за самодержавие и всякое, но зачем вы приплели сюда Иисуса Христа, ведь он-то тоже, мол, был бы с нами, он же за бедных людей, он, так сказать, почти что революционер. Эта женщина говорит, когда я читала имя Иисус Христос, Иисуса Христа, у Иисуса Христа, с Иисусом Христом, как будто музыка какая-то для меня звучала из этого текста, от этого имени, а больше нигде о нем я не читала ничего. Я вдруг поняла, что непростое имя, как будто на меня свежестью веяло от всякой странички, на которой Белинский, там, прям, разбивая в прах, там, Гоголя бедного, говорил, Иисус Христос, Иисус Христос. И вдруг это... И вот это, говорит, я вдруг почувствовал, что это вот Иисус Христос, это не просто Иисус Христос, это что-то вообще грандиозное. И начала искать, а что ж там Иисус Христос? Понимаете? То есть, вот так внезапно может человек вдруг обвеяться этим духом другой жизни. Из любой литературы. Нам-то важно что? Не тысячу книг прочесть. Нам же важно найти Бога. А через какую книжку мы его найдем? Это непонятно. Это у каждого свое. У каждого по-своему это будет. И вот в число этих, такого понятийное, такое явление, как православная литература, или христоцентричная литература, или духовно преображающая литература, может попасть очень много разных вещей. Очень много разных вещей. То есть, я, например, уверен, что человеку обязательно взрослому нужно прочесть, взрослому уже, сознательно, Евгения Онегина. Вот просто взять и прочесть. Если вы почему-то, например, не сможете в этот день дочитать вечерние молитвы, не тревожьтесь об этом, потому что вы занимаетесь хорошей работой. Это полезное, правильное занятие. И другие вещи, подобного рода такие, бессмертные вещи, которые настраивают душу на как камертон, на правильный лад, они очень нужны для чтения человеку. И от них будет пользы не меньше, чем иногда там от каких-то духовных упражнений. Это тоже нужно человеку, нужно. Нельзя выпускать, как бы, душевный пласт, этот весь, потому что у апостола Павла написано вначале душевное, а потом духовное. Потом подчеркну, не духовное прежде, а душевное. Вначале душевное, а потом духовное. Духовное человеку сразу не дашь. Как можно дать сразу духовные вещи человеку? Вот вы же общаетесь с людьми многими, и вы знаете, что есть люди, совершенно неприступные для духовных предметов, совершенно не понимающие их, не хотящие говорить на эти темы, и упирающиеся, и убегающие, там, не знаю, всяко-всяко проявляющие свои несогласия с этой тематикой. В принципе. Там, смерть. Какая смерть? Перестаньте об этом говорить. Там, значит, суд. Какой суд? Отстаньте от меня. Нет никого суда, я никому ничего не должен, не буду переключать. И так далее. Там, значит, искупительная жертва, покаяние, милость. Значит, что вы? Это вообще лексика непонятная ни для кого. По-настоящему. Вот. Но есть же вещи, которые подводят к этому. И можно прочесть книгу или посмотреть фильм и сокрушиться сердце человеческое, где-то смягчиться, где-то вон, какую-то дорожку выстроить можно. То есть душевное вначале, потом духовное. Иоанн Шаховской был такой, архиепископ Сан-Франциско. Значит, из князей, из княжеского рода. Архиепископ Иоанн, да, Иоанн Шаховской. У него есть там такая книжечка «Апокалипсис малого греха». Он там пишет про разные мелкие вещи, которые нас окружают, что они, в общем-то, тоже опасны. Ну и там, в частности, он говорит, что если человек знает, что такое литургия, что такое всеночная, и вообще знает духовную жизнь более-менее, то, может быть, вместо всеночной пойти в театр для него будет, наверное, грехом. Но если человек знает только пивную, футбол по телевизору и густую матерную брань на работе со служивцами, то для этого человека поход в театр является возможной духовной ступенькой. А вдруг этот грубый работяга, который не знает, русский, который, как Эллочка Щукина, знает в русском языке только 32 слова. Да и то некоторые из них нельзя произносить при детях. Вдруг он посмотрит на то, как умер Ромео, и вдруг ожила Джульетта, и заколол себя над неостывшим трупом своего этого молодого мужа. Они все-таки были муж и жена, их Лоренцо повенчал. И вдруг он заплачет там, впервые этот грубый дядька, который забивает козла во дворе и думает только о 13-й зарплате. А вдруг он пробьет насквозь это культурное явление. Вдруг он заплачет там впервые. Вдруг ему жалко станет и Джульетту, и Ромео, и Монтеке, и Капулетти, и все на свете. Он ни одно имя не запомнит, но заплачет. Считайте, что вы изменили человека. Это может быть самое дорогое событие за многие годы в его жизни. А вот теперь уже можно будет с ним дать ему что-то почитать и рассказать, и поговорить. И может быть потом уже ему легче будет и в храм зайти. То есть нужно каким-то образом искать пути к человеку. И на этом пути к человеку культура занимает огромное место. И, конечно, книга тоже. И книга, ну как... Это интегральная вещь в культуре, потому что музыки без книг не бывает. Есть музыкальная литература. Живописи без книг не бывает. Есть живописная литература для живописцев и для любителей живописи. Науки без книг не бывает, потому что есть специальная научная литература. Книга – это интегральное явление культурной жизни. И, конечно, нужно любить ее, ценить ее, относиться к ней правильно. И детей нужно учить читать пораньше. Извините, как где-то там евреи хвалятся, что они с трех лет уже умеют читать. Они три года, если в три-четыре года ребенок не читает, за него никого в жены не отдадут, за этого мальчика, когда он вырастет. Мальчик должен читать как можно раньше. И он должен там, надо пораньше брать эту книжку в руки. Она спасет человека на самом деле. Потому что иначе его всосет улица, водоворот, там, насчет компьютерных игр, там, каких-то грязных удовольствий. А мальчику нужно почитать там «Вотрщица», «Жуль Верна», «Стивенсона», там, про всякие там, про дальние плавания, про там, про всякие там путешествия, Джона Рида, там, не знаю, что еще. Дина, да, да, про всяких всадники без головы, какую-то романтическую литературу, Фенимора Купера, там, а потом перейти к чему-то серьезному, потом поэзию в юношестве нужно в руки взять, потому что в юношестве все поэты, все пытаются писать стихи, все читают стихи, потому что все влюбляются. Надо обязательно брать в юношестве поэзию в руки, а потом брать уже какую-то серьезную литературу, значит, а потом жечь свои незрелые стихи, навсегда прощаясь с ними, там уже, и так дальше брать. То есть книга должна быть вечным спутником человека, значит. И это образ христианина как раз. То есть вдумчивого, умного, вооруженного, сознательного, грамотного, которого не купишь на распродажу, на рекламу, на кинет за языки, быстрые забросы. Такие, раз, и ты мой, как бы. Нет, читающий человек не так бы, человек с аналитическим складом ума, человек, умеющий рассуждать, человек, который разжевывает пищу, значит, он не, не, это человек свободный, между прочим, это фактор свободы. Его не купишь на мякине, его не проведешь. Вот, поэтому это все очень важные вещи. И здесь нельзя, как бы, там, православный человек, ну, что нам считать, ну, жития мучеников, жития новомучеников, там, и там то-то, то-то. Это все прекрасно, это все бесценно, особенно новомученики. Значит, но есть это поле вообще очень широкое, там можно брать самых разных, там, допустим, того же Брэдбери, например, там, просто бери любую книжку и читай, она духовная. Там про Христа не написано, там духовные вещи. Ну, такие серьезные, хорошие вещи, которые в случае необходимости ты применишь к себе и спасешься, ну, как бы, вразумишься ими. Так что, друзья мои, Россия была когда-то читающей страной. Вот, и сейчас она не, она и сейчас не есть не читающая страна. Но общая тенденция развития цивилизации, это тенденция увода человека от книги. Взявший в руки книгу человек, он, как бы, опасен для мира потребления. Идеальный человек, живущий в мире потребления, это недоразвитый человек, которым легко управлять и, так сказать, ну, знаете, который, как дурень веселится, значит, любым новым ботиночком, как бы, значит. Ну, и больше, а больше у него интересы, как бы, дальше не простираются, так сказать. Не то, что за горизонт не заходят, даже до горизонта не добегают. То есть, идеальный человек для общества потребления – это недоразвитый человек, неполноценный человек. И общество потребления – это тупиковое движение человечества, у него нет будущего. Стоит только внимательно всмотреться в общество потребления, к тебе станет страшно, это общество, у которого нет будущего. Это бесперспективное движение. Больше покупать, больше жрать, больше кредит нашопиться, значит, больше то, больше сё. Это совершенно бесперспективное движение вперёд. Это движение, как бы, в пропасть. Вот, собственно, этот над пропастью воржи. Там нужен будет ловец, который, этот кетчер такой, который будет ловить этих ребятишек, которые играют в мячик над пропастью. А у нас должны быть другие цели, значит, мы должны быть свободными людьми. И фактор свободы – это, значит, свободный человек должен уметь думать. Умеющий думать, он всегда более свободен, чем не умеющий думать. Но читающий книгу всегда будет управлять тем, кто смотрит только телевизор. Это американцы сказали. То есть люди, читающие книги, будут управлять всегда, управлять будут теми, кто книг не читает, а телевизор смотрит. Ну и так далее. В общем, если подсуммировать, значит, потезисно подсуммировать то, что мы успели сказать, значит, то в огромном мире культуры нужны нужды проводники. То есть специалисты, критики, вот эти сталкеры, так сказать, гиды и экскурсоводы, которые берут нас за руку и водят по этим галереям, лабиринтам, и указывают нам внимательно на то, что сами мы не заметим. Так же касается и с книгой. Каждый из нас должен быть таким немножко маленьким проводником для окружающих людей. Понятие православной литературы очень широкое. Она выходит далеко за пределы просто церковной лавки и литературы в ней продающейся. Ну и все-таки церковный народ должен быть шире образован, чем того требует церковно-приходская школа. А светский мир, который никак не приходит к храму, никак не войдет в него, он войдет в него быстрее, лучше и удобнее, если пропасть между церковью и этим светским секулярным культурным миром будет нами засыпаться при помощи культурных усилий, какого-то такого православного культуртрегерства, если угодно. Но это действительно большая стратегия, над ней должны думать большие головы, но исполнять ее нужно каждому маленькому человеку. Ну вот так вот, если вкратце. Спасибо за внимание. Спасибо.